Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Отопительный сезон начнется в октябре. Масочный режим возвращается, бензин может подешеветь, на ремонт парка имени Гагарина нет денег, а на памятник Невскому есть, и, наконец, Кирова Чепчанка может стать мисс Россия. Это субъективный взгляд на события этого дня. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Отопительный сезон для жилых домов Кирова и Кирова Чепецка начнется в октябре. Решения о старте будут принимать по погодным условиям. В Кирове Чепецке уже назначена дата подключения жилых домов – 5 октября. В Кирове отопительный сезон начался для социальных объектов. Тепло пришло в 120 учреждений. Еще 23 отказались от включения тепла из-за теплой погоды. В Т-плюс говорят, что реконструкция труб, которые еще не завершены, не повлияет на подачу отопления. Тепло пойдет по временным схемам. В некоторых медучреждениях Кировской области ввели обязательный масочный режим. Он касается только сотрудников поликлиник и больниц. Пациенты могут носить маску по своему усмотрению. Масочный режим ввели, чтобы защитить врачей от сезонного всплеска ОРВИ. Подъем заболеваемости связывает с началом учебного года и завершением отпусков. Также в области закупили первую партию вакцины от коронавируса. Она называется «Конвасел». Вакцину уже распределили по поликлиникам. Ее будут ставить только по желанию кировчан. Городские улицы метут и убирают круглые сутки. Подрядчикам дали срок до конца сентября почистить улицы и парки от мусора. Киров поделили между пятью организациями. Каждая убирается на своем участке. Сейчас главная задача дорожников – это уборка приладковых частей от грунтовых наносов и листьев, а также мусора после субботников. К примеру, в ГДМС говорят, что бригады работают и день, и ночь. Подрядчиков контролируют кураторы. Если найдут грязь, обещают оштрафовать. На ремонт парка имени Гагарина нет денег. В мэрии разработали проектно-сметную документацию по благоустройству. Работы обойдутся бюджету в 279 миллионов рублей. К примеру, строительство сцены в парке стоит 16 миллионов, а таких денег в бюджете пока нет. Благоустраивать территорию филармонии решили поэтапно. Сначала установят памятник Александру Невскому и облагородят площадь вокруг. Эти расходы берет на себя компания Т-Плюс, а уже потом будут приводить в порядок сам парк. В России ввели временный запрет на продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили на сайте правительства. Мера будет действовать с 21 сентября. Запрет позволит уронить цены на заправках, ведь все топливо останется на внутреннем рынке. Напомним, что за последний месяц цены на заправках значительно выросли. Например, стоимость дистоплива в Кире стала выше 70 рублей. Бензин АИ-95 обходится в 59 рублей за литр, 92 стоит 54 рубля. Дизель вырос в цене сразу на 4%, и об этом сообщили в Кировстате. Воплощение заветной мечты маленького Кирилла. И снова исполнили обычные кировчане, которые дарят праздник детям со сложными диагнозами. Сегодня у Кирилла день рождения, и отметил он его в самом приятном окружении. Для Ильи Вершинина и Романа Исачкина это далеко не первое вручение подарка, но волнуются они как в первый раз. Раньше сюрпризы делали вдвоем, сейчас у них большая команда единомышленников. О мечтах особенных деток узнают через знакомых. Через знакомых, да, потому что самим сложно искать семьи, потому что многие отказываются, говорят, что мы не будем в этом участвовать, или какие-то, может, вы преследуете корыстные цели. Нет, мы таких целей не преследуем, мы стараемся помогать адресно. В этот раз сюрприз готовили для маленького Кирилла. Мальчик любит кошек и снимать видео. Предвручением команда всегда придумывает легенду, чтобы подарок для ребенка стал неожиданностью. Кирилла мама привела в Кото-кафе. Алья и Роман попросили мальчика сфотографировать их на тот самый телефон, о котором мечтал Кирилл. В честь твоего дня рождения мы тебе дарим вот этот телефон, чтобы у тебя были ролики еще качественнее, чтобы было много памяти и место на телефоне никогда не заканчивалось. А чтобы много было памяти, держи, тебе тут еще флешка. А еще тут есть штатив, чтобы ты смог снимать. А еще вам есть билеты в кино, Марина. Спасибо большое. И такая коробочка, где ты можешь хранить не только телефон, но и все свои... Деньги. Деньги. У Кирилла Кашина врожденная патология позвоночника и пороки развития спинного мозга. Три раза в год мальчик ездит на реабилитации. Кошки всегда были отдушены ребенка. У нас уже есть кошка, но мы думаем, что нам еще одна нужна. Сегодня Кириллу исполнилось 9 лет. Сейчас внучится в третьем классе. В свободное время мальчик собирает конструктор и решает примеры. Любимый урок – математика. С профессией юный любитель пушистых уже определился. Он хочет стать ветеринаром. Кошатником. Типа приюта. Ты хочешь свой приют? А кто там будет? Кошки, собаки, в общем, ну, кого найдут. Команда добровольцев написала мальчику стихотворение на память. Все средства на подарок собирают среди своих знакомых или открывают сбор, где помогают жители города. Как вам удалось сохранить нашу тайну? Тайну. Тайну в секрете. Прямо вот так вот держала. Очень простилась наружу. После вручения команда собралась за одним столом. Илья и Роман пообещали, что это не последний сюрприз. Они уже готовятся исполнить мечту следующего ребенка. Надежда Алюшина, информационный канал «Город». Варвара Шутова стала финалисткой конкурса «Мисс Россия-2023». Девушка будет представлять родной Кирово-Чепецк. Варваре 19 лет она профессионально занимается биатлоном. Сейчас девушка живет в Казани и работает моделью. Варвара в числе других финалисток уже начала подготовку к конкурсу красоты. На это уйдет три недели. Финал «Мисс Россия-2023» пройдет в Москве 8 октября. В этом году примут участие 50 красавиц из разных регионов страны. В конкурсе примут участие девушки с академическим образованием, кандидаты в мастера спорта по биатлону, художественной гимнастике и бальным танцам, а также будущие дипломаты. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город, и новости будут. Во. Пока-пока.